Национальная библиотека «Неповосинский теплый день» и самые талиновитые юные поэты. В Минску подвели выники, проведенного Белорусским фондом «Миру» Республиканского поэтичного конкурса «Счастье жить в мирной стране». И презентовали поэтичный сборник злепших вершев «Дети за мир». Свято промерковали до Международного дня мира, который означает 21 вероя. Специальный репортаж зурочистости подрихтовала Марина Джалая. Два года тому Белорусский фонд «Миру» выдал сборник, написанных детьми эссе. Все лето вышел поэтичный. На первом этапе это были тысячи вершев. Аутеры споборничали зимы на районном и областном этапах конкурсу «Счастье жить в мирной стране». У вынику на сторонке сборника «Дети за мир» трапили творы больше 150 юных поэтов, выглякая повагу и тое, что 70% вершев складены по белорусскому. Привить любовь к родине – дело непростое. Надо знать, как это делать. Ведь когда речь заходит о патриотизме, мы очень часто, работая в рамках фонда «Мира», выработали, наверное, свою методику и очень часто делимся ей. В первую очередь патриотизм должен попасть в ребенка как чувство. Потом трансформироваться в идею и только потом реализоваться в действии. И вот те мероприятия, те конкурсы, которые проводит Белорусский фонд «Мира», мы направленно делаем, чтобы во главе всего стояли чувства, чтобы ребенок мог прочувствовать, чтобы где-то всплакнул, чтобы, может, всей семьей обсудили эту тему. Вот тогда действительно эта тема более широко, серьезно раскрывается, и тогда можно говорить об идее. Тогда все работает. Веншовать переможца на сцену Национальной библиотеки выходили представники Министерства, Громадских и Религийных Объединений. И они не только выказывали свое меркование на конт детячей поэзии и уручали подарунки юным творцам. Кожный из них напередодний ознайомился со сборником вершев и обрал для себя один, который сподобался больше за всем, и продекламовал его перед глядацкой залой. Широ кажучи, утроматься от слез, яке наполняли ворши от крональных и таких неподитяшему дорослых вершев, было немахчимо. Потребность единения, потребность в мире через именно детские души, через детскую дипломатию – это очень важно. Особенно сейчас, в наше такое время, когда через души детей нужно проникнуться, что мир – это главное сейчас на планете. Детящие души – ширые, открытые. У них треба поспеть укласть только светлые почутки, веру в людей и ожидание заховывать и подтримливать мир для себя, своей семьи и своей родимы. Такие серьезные слова и сформированная позиция детей – заслуга их батьков и наставников, а так само – уделы у мероприемствах, которые нестомно проводят Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира. Молодежь – это будущее. И вот от того, как мы их сегодня воспитаем, им будет зависеть дальнейшая их судьба и всех нас. Поэтому мы очень много проводим мероприятий именно с молодежью. Это и международные лагеря дружбы, это мы их берем и в марши мира, и на всякие-всякие конкурсы. И мы видим, что в этом плане еще надо еще более расширить. И особенно расширить связи с нашими друзьями и с Россией, и с Украиной. Подчас урочистости со сцены прогучала Пропанова надать поэтичному конкурсу интернациональный статус и сделать белорусско-российским. Бо идеи мира у нас с россиянами одиние. А дети-пераможцы могли бы бачить у таким выпадку не только славутости своей столицы, а и российской. Заправды, а что ж такое счастье? Гэта и здоровье, и богатце, родные и любящие люди, кали сонце-зятю небе будет. Смех детей, спев в душах на заранце. Жить у мира – вот что значит счастье.